Идут с хорошим опережением. В Чердоклинском районе в этом году запустят новый водовод. Его строительство по нацпроекту «Жилье и городская среда» начали несколько лет назад. Поселок Октябрьский запитали чистой водой в 2022. В следующем году изменения ждут жители Мирного и Чердоклов. Но, как рассказали в профильном министерстве, сдадут объект намного раньше. Работает хорошо. Ну, в общем, все идет к тому, чтобы качественно. Сейчас есть какие-то моменты по замене материалов. Угу. Наш водоканал проект делал. Поправят. Здесь у нас диаметр какой трубы? 325-й. Общая протяженность нового водовода составит почти 24 километра. Как отмечают подрядчики, водовод долговечен и можно пользоваться более 100 лет. Сейчас работы проводятся на одном из участков. Здесь установили трубы и проводят рекультивацию. Рядом начинают другой немаловажный для региона проект – строительство объездной дороги от Ульяновска до Димитровграда. Объект станет частью федеральной трассы «Казань-Буинск-Ульяновск». Пока строители начали ремонтировать 6 километров дороги от поселка Мирный до развилки рабочих поселков Чердаклы и Старой Майны. Дальше мы ведем проектирование обхода Чердаков, обхода Леснова, обхода Муловки. В октябре подрядная кампания уже выйдет на эти участки, произведет мобилизацию. Наша задача – как можно быстрее современную дорогу построить. Все работы оцениваются в 27 миллиардов рублей. Активно помогает федеральный центр. А в селе Озерки местные фермеры строят зерносушилки и телятники по 750 голов каждый. Крестьянско-фермерское хозяйство «Возрождение» – одно из крупнейших сельхозпредприятий региона, где выращивают сельхозкультуры, разводят крупный рогатый скот, производят молоко и молочные изделия. Если в сутки 3000 тонн, то уборка идет 30-40 дней, плюс техническая культура. То есть теоретически она может равным 150-160 тысяч тонн работать. В хозяйстве построили два крупных животноводческих комплекса, включающие в себя коровники и доильные залы. Общая сумма вложений составила около 480 миллионов рублей.